библия говорит друзья дорогие спасибо что вы сегодня с нами если вы впервые поставьте лайк и подпишитесь вопрос сегодня алексей алексеевич по поводу медитации сейчас многие говорят про медитации и чакры о том как открыть эти чакры и так далее хотела бы знать не противоречит ли это вере в бога и не означает ли это что это не чистая вера если мы практикуем такое в действительности очень конкретно можно ответить на этот вопрос что это не только противоречит вере в бога а это еще и противоречит всему тому что мы объективно знаем о человеке о личности человека и так далее вот здесь затронут вопрос так называемых восточных медитаций суть восточных медитаций прямо противоположно тому что говорит священное писание давайте мы сначала посмотрим на то что говорит библия и потом тогда сравним свете того что говорит библия с тем что же практикуется в разного типа восточных медитациях их много разновидности но сути природа их очень похоже значит священное писание говорит следующее человек разумное существо в момент грехопадения человек отказался от божественного знания и избрал свое собственное знание то есть он сделал себя господином знание и в этом колоссальная ошибка дело в том что только бог все знает только бог все знает правильно потому что он автор всего он автор всей информации вся информация которая существует во вселенной она не только генерирована богом она выстроена богом он только знает взаимоотношения разных объектов знания между собой их отношение к нам или наше отношение к этим всем объектам знаний поэтому священное писание от самого начала до самого конца указывает путь во-первых примирение с божьим знанием то есть примирение с богом через иисуса христа так когда человек отказывается от своей претензии на то что он все знает он все знает правильно и он принимает бога как автора всякого знания и он через иисуса христа признавая свою греховность признавая то что иисус христос умер за него на голгофском кресте признавая что он сам по себе за свои грехи достоин ада достоин смерти на кресте но христос за него умер и принимая праведности иисуса христа он вместе с этим признает божье право на всякое правильное знание то есть вот это это чрезвычайно важный элемент библия никогда не будет понятно и правильно воспринято человеком не сделавшим этого первого шаг не примирившаяся с богом через иисуса христа некоторые люди говорят да я богу ничего плохого не делаю я ничего против него не имею зачем мне примиряться с богом имеешь имеешь против него то что ты принтер претендуешь что не бог а ты сам или кто-то другой являетесь истинной последней инстанции вот почему когда бог предупреждал человека об опасности грехопадение и когда дьявол атаковал человека или искушал то речь шла о знании помните берем познания добра и зла дьявол искушает его и говорят вы будете знать и вы будете как боги то есть вот вокруг этого идет вопрос и пока мы не признаем божье право на то что он управляет всем знанием мы не сможем с ним примириться вот почему нам нужен иисус христос но дальше после того когда это произошло когда примирение с богом произошло мы читаем целый ряд текстов писания которые говорят нам о том что происходит у нас один из них очень яркий в послании к римлянам 12 глава в результате действия евангелия апостол говорит итак умоляю вас братья милосердием божьим представьте тела шивы ваши в жертву живую святую благоугодную богу для разумного служения вашего и дальше говорит и не преобразуйтесь не сообразуйтесь с веком этим но преобразуйтесь обновлением ума вашего вот чем смысл христианских медитаций псалмопевец давид первом псалме говорит блажен муж который не стоит ни пути грешных не сидит в собрании развратителей и не участвует в совете нечестивых вот и дальше горит но в законе господа воли его и о законе божьем размышляет он день и ночь вот что значит медитация то есть божья медитация это познание слова божия размышление о слове божием и приведение своего разума всей своей системы мышления в гармонии с божьим знанием вот вот что значит библейская христианская медитация здесь есть еще один важный элемент что она обязательно в себя включает молитву то есть когда я размышляю о божьем слове я обращаюсь молитвы господу потому что я понимаю что мне нужно действия божьего духа которые бы приводила меня согласие мой разум в понимании и в гармонию с разумом божьем теперь давай посмотрим на восточной медитации все восточные медитации построены на обратном они построены на освобождении своего опустошение своего разума на том чтобы какой-то практикой сконцентрироваться на чем-то или на своей энергии или на каких-то воображаемых уровнях этой энергии которые называют чакрами или на каких-то придуманных различными восточными религиями формах духовности по сути дела вот эти все формы духовности они представляют собой или попытку реализовать свои собственные человеческие силы или же чаще всего незаметно люди через это входят в контакт с потусторонним миром с духовным миром бесовским с бесовским миром безусловно поэтому это не просто не по библии это опасно все то что не ведет нас к божьему слову любые любой тип медитации которая не связана с божьим словом и молитва исходящего из божьего слова он будет бесполезен и опасен по этой причине избегайте пожалуйста всех этих форм медитации его медитируйте о божьем слове фокусируйтесь на христе который представлен божьем слове на действие духа божьего в вашей жизни и это обогатит вас это сделает вас сильными и свободным и йогу мы тоже к этому можем отнести восточную вот в той ее части которая связана с духовной составляющей конечно спасибо алексей алексеевич драгоценное если вы увидели эту программу полезной для вас и знаете кому то нужно ее услышать поделитесь с ними пусть господь через вас принесет истину в этот дом она сегодня все храни вас господь